Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска в студии Вера Иванищева и сейчас о главных событиях этого дня. На окраине микрорайона Магнитка обнаружены металлические бочки, из которых вытекает жидкость. Насколько это опасно для окружающей среды, сейчас выясняет Свердловская природоохранная прокуратура. Всего в лесном массиве местные жители нашли порядка 20 железных бочек, объем каждый около 200 литров. Согласно надписям на емкостях, в них хранились адгезионные присадки, которые используются при строительстве и ремонте автодорожных покрытий. Однако, какая именно жидкость находится в бочках сейчас и вытекает в почву, неизвестно. Это и предстоит выяснить надзорному ведомству. При этом, как проверка показала, был осуществлен несанкционированный сброс этой жидкости, продуктов отходов на почву вблизи водоема. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований заказательства об охране окружающей среды. В том числе и будет определенный размер ущерба, причиненный почве. Десятки упаковок сыра и жвачки, наборы конфет, спиртное и курица. Все это вынес первоуралец из продуктовых магазинов города, не расплатившись. Сегодня в отношении него суд рассмотрел уголовное дело и вынес вердикт. Какой, расскажет Дмитрий Солюков. Перед мамой-то извиниться не хотите за свое поведение. Мама присутствует сегодня. Нет, не желаете. На скамье подсудимых 18-летний Максим Шаронов. По версии следствия, с февраля этого года молодой человек стал наведываться в продуктовые магазины и не всегда в качестве покупателя. Он подбирал товар, прятал его под одежду и спокойно выносил. Первое преступление, в котором обвиняют подсудимого, злоумышленник совершил спустя всего полмесяца после совершеннолетия. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавцов и покупателей, действуя тайно осознавая, что совершает хищение с похищенными 17 упаковками сыра на общую сумму 1664,23 рубля без учета НДС, не произведя оплату товарами, но и расчет на кассовую зону, вышел из магазина и скрылся. В течение трех месяцев Шаронов продолжал безнаказанно брать в магазинах сыры и другие товары. К примеру, по материалам дела за один раз вынес около 30 наборов шоколадных конфет на общую сумму больше 5000 рублей. В другом случае позаимствовал более 150 упаковок жвачки. Объяснить, почему пошел на преступление, сам обвиняемый толком не может. Это уже там долгая история. Ну, не знаю, как вам объяснить. Вы не поймете, наверное, меня. Нужны были деньги или что? Нужны были деньги, да. Наличные нужды. Всего Шаронову вменяют семь эпизодов. Три из них по кражам, еще четыре квалифицируются по другой статье Уголовного кодекса. Это мелкое хищение, совершенное лицом подвергнутым административным наказанием. Ранее подсудимый привлекался, будучи несовершеннолетним, к административной, также к уголовной ответственности. Им назначались такие наказания, как обязательные работы, также ограничения свободы. Поэтому сторона обвинения считает, исправление Максима Шаронова невозможно без изоляции от общества. Но судья принимает другое решение. Молодому человеку назначают два с половиной года ограничения свободы с запретом на определенные действия. Также подсудимый должен выплатить около 14 тысяч рублей материального ущерба. Дмитрий Солюков, Андрей Волков. Новости Первоуральск. Первоуральцы смогут анонимно узнать свой ВИЧ-статус. В четверг на проспекте Ильича пройдет социальная акция по экспресс-тестированию. Всем желающим бесплатно предложат сдать кровь на анализ. Для прохождения этой процедуры предъявлять какие-либо документы не нужно. Работу мобильного пункта организует администрация Первоуральска и врачи областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Также к акции подключатся студенты-волонтеры. Экспресс-тестирование проводится с целью призвать горожан бережнее относиться к своему здоровью. Как отмечают специалисты, выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях позволяет своевременно начать эффективное лечение. Вся процедура обследования занимает несколько секунд, а результат готов уже через 3-5 минут. Мобильный пункт будет работать у ТРЦ «Строитель» в четверг с 12 до 16 часов. В Свердловской области продолжается подготовка к международному фестивалю университетского спорта. На площадках будут работать почти 3,5 тысячи добровольцев. Их обучение длится с конца мая. А сегодня мастер-класс провели и для волонтеров-медиков. Подробнее в сюжете. О том, что такое русское гостеприимство, они узнают, едва выйдя из автобуса. Первых участников международного фестиваля университетского спорта встречают, как и полагается, песнями и танцами. Не хватает разве что каравая, но зато есть блины. Перевернуть их на имитированной сковороде – своего рода шуточная церемония посвящения. Первыми в Свердловскую область на фестиваль университетского спорта приехали делегации Бахрейна и Пакистана. Все замечательно. Я могу сказать, что прекрасная погода и Екатеринбург – очень красивый зеленый город. Особенно, если сравнивать с Бахрейн, где вокруг пустыня. Все спортсмены сильные, все команды сильны. Но что касается нас, то мы чувствуем, что наши спортсмены – пловцы и тхеквандисты – смогут выиграть и золото, и серебро, и бронзу. Мы достаточно уверенно себя чувствуем именно в этих видах спорта. Времени на отдых у спортсменов практически нет. Уже сегодня они начнут усиленные тренировки. Не менее усердно готовятся и волонтеры. Обучение для трех с половиной тысяч добровольцев, которые все время будут сопровождать иностранцев, начались еще в мае. Вообще мы всегда рады за то, что наш город принимает таких гостей, что выбирают наш город для таких мероприятий. И мы посильнее можем оказать помощь и поучаствовать. Конечно, вот эта сопричастность, креатив, молодость, общение. Кукав относим к носу пострадавшего, смотрим на другую клетку. Чтобы все работало как часы, добровольческий корпус разделен на 23 направления. У каждого свои задачи. Есть среди них и волонтеры-медики. Как действовать в чрезвычайных ситуациях и правильно оказать первую помощь, им рассказывают эксперты Центра медицины катастроф и инструкторы отделения Красного Креста. Задача их стоит. Это в первую очередь связь между атлетами и медицинскими работниками, с врачами. Ну а вторая функция, конечно же, это помощники врачей, помощники бригад скорой помощи, которые будут работать на объектах спортивных. На этой неделе ожидается приезд и команд других иностранных вузов. Всего же в фестивале университетского спорта примут участие студенты из 36 стран мира. В вой за медали они вступят уже 19 августа. Николай Свердлов, Новости Первоуральск. В Первоуральске откроют школу художественной гимнастики. Соглашение об этом подписали глава города Игорь Кобец и президент фонда развития спорта Ольга Глацких. Я прекрасно знаю, что здесь очень много талантливых детей живет, которых нужно искать, находить, выявлять, продвигать, развивать и дальше, конечно же, сопровождать, чтобы были результаты. Мне очень приятно, что Первоуральск развивает данное направление, художественную гимнастику. Она уже присутствует в городе. И на сегодняшний день мы будем только расширять возможности для детей. Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года. Сейчас она возглавляет областную федерацию художественной гимнастики, основная задача которой – развитие этого вида спорта в регионе. Гости осмотрела обновленный дворец водных видов спорта. Экскурсию для нее провел глава Первоуральска Игорь Кобец. Показал залы, которые оборудованы в том числе для занятий художественной гимнастикой. Набор в группы по этому виду спорта на базе ДВВС планируют начать осенью. Это одно из условий соглашения, которые подписались сегодня. Сегодня мы подписали соглашение по открытию школы по художественной гимнастике в нашем городе. Еще раз скажу, что мы будем делать все и прикладывать все усилия для того, чтобы спорт был общедоступным в любом его проявлении, как в профессиональном спорте, так и в возможности поддерживать себя в хорошей физической форме.